В Ульяновской области начал работать единый колл-центр. Теперь, позвонив по короткому номеру 122, жители региона будут проконсультированы в любой интересующей их сфере. Новая информация по вирусу COVID-19, вопросы здравоохранения, а также получение социально важной информации. На данный момент линия уже настроена технически. Прежних трудностей с дозвоном не зафиксировано. Наши бабушки и дедушки могут обратиться на неё для того, чтобы получить какую-то помощь, возможно, даже доставку продуктовых наборов или лекарств, то, что у нас сейчас осуществляют волонтёры. Это вопросы и жалобы, например, дезинфекция подъездов, как сейчас, или нарушение мер противоэпидемической безопасности, которые могут быть в транспорте, в общественных местах. Сейчас идут работы по подключению горячей линии и учреждений здравоохранения. Не выходя из дома, люди смогут осуществлять запись на приём к врачу. Прежние минуты, а иногда и часы ожидания останутся в прошлом. Активно ведётся и набор кадрового состава. На момент нашего приезда на линии работало 8 операторов. Их число будет пополняться. На данный момент колл-центр принимает звонки с 8 утра до 8 вечера. Число звонков будет увеличиться и увеличиться. И в перспективе мы рассматриваем, что данный телефон с данной службой будет работать круглосуточно, в зависимости от потребности. И мы рассчитываем на 10 операторов днём и 4 оператора в ночь. Поэтому я думаю, что мы надеемся, будем справляться в зависимости от ситуации. Там уже будем решать дальнейшую работу. То есть задержек у нас нет. В настоящие дни проблема дозвонов стоит наиболее остро. Для её решения на совещании с членами правительства Владимир Путин распорядился совместно с Министерством здравоохранения улучшить работу колл-центров во всех регионах страны. Глава Ульяновской области Сергей Морозов на совещании рассмотрел ряд вопросов и предложений по улучшению качества информирования граждан. Я думаю, что сама такая проблема связана и с дозволем, и проблема с выездом врачей домой, и проблема связана с быстрым получением тестов, и проблема связана с тем, чтобы достаточно быстро компьютерный томограф мог определить состава человека. Просто сама по себе ближайший достать буквально пару-тройку недель уйдёт. Важной в работе колл-центра является и обратная связь. По словам губернатора люди должны не только дозвониться, но и получить ответы на свои вопросы. Работа колл-центра условно разделена на два этапа. Первое – информирование граждан по всем вопросам оказания помощи пострадавшим от вируса COVID-19. И второе – получение информации по всем интересующим вопросам, затрагивающие разные сферы жизнедеятельности. В дальнейшем к линии будут подключены и другие регионы. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.